Привет! Ну что, наконец-то, Sony Xperia 1 Mark II. Самый, наверное, ожидаемый мною телефон за последние пару месяцев и хочется верить, что он будет достойным кандидата для замены моего OnePlus 8 Pro. Но, правда, у Sony есть пару моментов, которые вот прям смущают, но я о них сегодня расскажу. Так что быстрый обзор и первый взгляд в Sony Xperia 1 Mark II. Если немного проанализировать прошлое, есть интересное наблюдение. Нейминг вообще больная тема для многих компаний. Все эти Honor, 30 Pro, Plus, Super, Maxim, Ultra, но Sony, мне кажется, побила вообще все рекорды. Сначала она называла свои флагманы, используя букву Z. Z1, Z2, это было в далеком 2014 году, но потом решили внести чего-то новенького. И флагманы стали величаться уже XZ1, XZ2, но и это долго не продержалось. Потом Sony решили пойти по пути многих компаний, убрали все буквы и в прошлом году назвали свой флагман просто Xperia 1. Наверное, чтобы дальше называться Xperia 2, 3, ну и так далее. Но потом у них вышли Xperia 10, Xperia 5 и все опять зашло в тупик. Поэтому в этом году мы получаем X... Поэтому в этом году мы получаем Xperia 1 Mark II. Наверное, дальше будет называться Mark III и так далее. В общем, как-то получилось все запутано. Начнем мы с комплектации и тут крайне не густо. Если вот когда распаковывал, к примеру, Meizu 17 Pro, чувствовалось, что все прям с душой, здесь простовато. Сам телефон, инструкции, блок питания по технологии Power Delivery на 18 Вт, тоже как-то не густо. Ну и, конечно, провод. Также у телефона есть еще поддержка беспроводной зарядки. Sony крайне уверена в своем продукте, поэтому ни комплектного чехла, ни пленки в комплекте нет. Будь добр, подрать еще. И это при официальной цене 80 тысяч рублей. По крайней мере, именно за такие деньги он сейчас продается по предзаказу. Конечно, если посмотреть на конкурентов, как обычно сделаем это на e-каталоге, видно, что Sony не особо прям выделяется ценой. С другой стороны, армия поклонников у Sony не такая уж и большая, и скорее человек купит какой-нибудь Samsung, чем Sony при одинаковой цене. Так что, наверное, нужно было делать немного дешевле. Xperia 1 Mark II единственный, наверное, флагман в этом году, у кого на верхней грани поместили джек для наушников, еще и с аудиоусилителем и поддержкой кодека LDAC. Короче, теоретически, если есть крутые проводные наушники, Xperia 1 Mark II выжмет из них максимум. На правой грани тут качелька громкости, кнопка включения, которая одновременно и сканер отпечатков пальцев, и отдельно кнопка для камеры. На нее тут вообще основной упор. Чтобы понять вообще те или иные решения, которые Sony применила в этом телефоне, полезно будет знать целевую аудиторию, под которую Sony вообще подстраивалась. Судя по презентации, это фотографы, видеографы, киноманы, аудиофилы, ну и геймеры. Неплохой наборчик. Поэтому по дизайну 1 Mark II максимально похож на прошлое поколение. Узкий и вытянутый телефон. Вытянутый причем настолько, что все на 1 мм ниже S20 Ultra, который как бы в этом плане великан. Но зато ширина всего 72 мм. В руке лежит максимально удобно. Но любые попытки дотянуться до верхнего края можно сразу отбросить. Не получится. Всего телефон представлен в трех цветах. Черный, фиолетовый и белый. Но Россию, как обычно, обделили. Ну и по крайней мере пока у нас доступен только черный. Спереди и сзади тут стекло Gorilla Glass 6-го поколения, рамки из анодированного алюминия. Чтобы сим-карту заменить, теперь даже скрепка не нужна. Просто пальцем подцепляешь и все. Есть разъем под SD-карту до 1 терабайта. Это круто. Но сим-карта только одна. Sony, как так-то? Экран AMOLED 6,5 дюйма с 4К разрешением и соотношением сторон 21 к 9. Неоднозначное соотношение. Для киноманов, конечно, подходит. Но если запустить YouTube и растянуть изображение на весь экран, или получаешь полосы по бокам, или слишком много информации съедается сверху и снизу, если растянуть. Мне нравится, что Sony идут своей дорогой. Они не обращают на других производителей, на все эти вырезы в экране. Поэтому в Sony Xperia 1 Mark II сверху солидная рамка, где прячется фронтальная камера на 8 мегапикселей. Немного, но снимает хорошо. Ну что, фронтальная камера на новиночке. Sony 1, Xperia 1 Mark II. Ну, стабилизация я уже посмотрел, тут есть. 8 мегапикселей фронталка, но вроде снимает неплохо. У экрана есть еще одна, ну скажем, особенность. Sony прикрывается красивыми фразами, что тут применена технология сейчас дословно. Подавление размытия движения, которое уменьшает задержку между кадрами для повышения четкости изображения. Красиво расписали, но в реальности это значит, что аппаратно развертка тут не 120 Гц, не 90, а всего 60. В настройках есть функция Motion Blur, которая вроде как должна что-то там делать, но в реальности после 120 Гц экрана OnePlus'а переходить на Sony это просто боль. Вот это программное размытие никак не дает ощущения 90 Гц экрана. Ну и кратко по шиму, он тут есть и доходит аж до 95%, причем 10 димминга я пока не нашел. По начинке тут, естественно, полный флагманский набор. Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.0. Рекорды по оперативной памяти Sony, конечно, не бьет. Samsung щеголяет на некоторых рынках версии вообще 16 ГБ оперативной памяти. OnePlus и Xiaomi свои флагманы ставят 12. Есть интересная фишка для сохранности батареи во время игр. Делаешь свайп сверху, у тебя открывается специальное меню, где можно выбрать режим уход за батареей. В этом случае, когда подключить телефон к зарядке, батарея просто будет поддерживаться на том уровне заряда, который есть, то есть не будет лишнего нагрева. И это крайне актуально, потому что аккумулятор тут стоит небольшой. Он, конечно, вырос относительно прошлого поколения, было 3300 мАч, стало 4000 ровно, что при 4К экране кажется немного мало, но цифры на практике мы потом посмотрим. Ну и самое интересное – камеры. Если открыть официальный сайт и просто пролистать страничку со смартфоном, тут просто куча фишек. Улучшенный автофокус с фокусировкой по глазам, оптика CS, непрерывная съемка со скоростью до 20 кадров в секунду в сочетании с автофокусом и автоматической экспозицией, в общем, деньги уже жмут карман. По характеристикам тоже все неплохо и легко запомнить. Сзади три модуля, каждый на 12 Мп. Основной модуль Sony IMX557, прям на виночке с диафрагмой f1.7, широкоугольный модуль f2.2 и телевик с фокусом расстоянием 70 мм и диафрагмой f2.4. Причем оптическая стабилизация есть и на основном модуле, и на телевике. Зато этот автофокус есть на всех модулях и даже на ширике. Отдельный упор делается на два встроенных приложения Photo Pro и Cinema Pro, которые практически полностью повторяют интерфейс беззеркальных, ну и, возможно, зеркальных камер от Sony с возможностью точной настройки. В полном обзоре рассмотрим все максимально детально, так чтобы нажми лайк и подпишись, чтобы не пропустить. Но нельзя забывать, что, наверное, 90% людей фотографируют просто в автоматическом режиме. Разницу между автоматическим и ручным режимом через приложение Photo Pro можно увидеть здесь. Конечно, когда есть время, лучше все настроить руками. 12 Мп на основном модуле, конечно, не поражает воображение, особенно, когда повсюду модули на 108 Мп и на 64 Мп. Но, наверное, основной плюс такого решения, кроме маркетинга, это возможность объединять несколько пикселей в один, чтобы в темноте получить более приемлемую картинку. В целом, получаются неплохие естественные кадры. В полном обзоре сравним с OnePlus 8 Pro, ну и, может быть, iPhone 11 Pro. Широкоугольный модуль на 12 Мп вообще приятно пока удивил. А вот расстроили портреты. Из двух кадров в обоих случаях получились какие-то артефакты по краям. В приложении Cinema Pro можно снимать в кинемофотографичном формате 21 к 9. Получается примерно так, как в начале ролика. Но давайте еще разок посмотрим. В целом, приятно. Особенно, если не две минуты на это потратить. Тут есть и блокировка фокуса, ISO, в общем, все, что надо. Еще и встроенные цветовые профили. Но единственный минус, который пока заметил, в этом режиме нет цифровой стабилизации. А вот если снимать видео просто через основное приложение, то все нормально. Честно, ожидал от Sony, конечно, немного другого. Пока все кажется необычным, интересным, но немного переоцененным. И не все решения тут можно объяснить. Например, нафига мне 4К экран с разверткой всего 60 Гц. Но, возможно, в полном обзоре Sony покажет, на что способна. Но вот этот нестандартный японский подход чувствуется тут во всей красе. Пиши в комментарии, как тебе Sony Xperia 1 Mark II, про что рассказать в полном обзоре. Ну и, конечно, поставь лайк и подпишись, чтобы не пропустить следующее видео. Фуф, ну что, пошел тестировать дальше. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok